Продолжение следует... 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 Шейсонского собора, которые были действующими в советские годы. Сегодня у нас уже около 40 храмов, где можно взять воду, поэтому таких гигантских очередей не наблюдается. Но все равно день хлопотный, суетный. И совершенно верно, самое сложное – это большое количество людей, которые приходят в церковь не раз в году. Они приходят и на Пасху осветить куличи, и они приходят взять водички святой. Иногда за вербами в вербное воскресенье, иногда за березками на Троицу. Видите, у нашего народа как-то очень развит такой инстинкт, когда можно что-то взять с собой, особенно какую-то святыню. Вот тут максимально уж люди собираются и приходят. Ну, хорошо это или плохо? Если это осознанно происходит – хорошо, потому что действительно святыня, святая вода, агиасма, великая даже святыня, как ее называют во всем православном мире, конечно, вещь достойная того, чтобы взять и принести ее к себе домой. Если это происходит без осознанного отношения вообще к церковной жизни, и тем более если это связано с какими-то суевериями, знаете, совершенно огромное количество, совершенно разных суеверий, не знают, куда они берутся. Какие-то, может быть, экстрасенсы об этом говорят, какие-то просто старухи разносят тут и там, да, как пел наш известный певец. Вот, допустим, вот надо взять обязательно воду в семи церквях. И вот по семи церквям вот народ дедный бегает. Иначе не поможет. Дедный бегает, да. И там вот во всех семи церквях взят, тогда все вот в порядке. Или там надо взять воду обязательно и 19-го, и 18-го. То есть вот мы дважды освящаем воду в канун, крещение в навечере, так же, как перед Рождеством этот день называется. И в самый день крещения абсолютно одинаковый чин, абсолютно одинаковое освящение воды, абсолютно одинаковая вода. Но вот они говорят, нет, вот это вот, и даже придумали, что вот это вот крещенское, а вот это вот богоявленское. А, это богоявленское, да. Я не хотел бы над ним смеяться, но можно много чем его объяснить и до некоторой степени понять потихонечку, вот, как-то все это исправляется. Я думаю, если будет продолжаться нормальная церковная жизнь по катехизации, если будут издаваться книги, люди будут их читать, если будет открываться больше храмов, и люди будут в них ходить, постепенно очень многие вещи, которые кажутся нам неизживаемые, просто прекратятся, слава Богу, потому что это зависит от работы церкви и от возможности людей услышать церковь. Если эта возможность будет, то постепенно какие-то недостатки наши уйдут в прошлое. Владыка, ну вот сказали, что агиасма – великая святыня. В связи с этим, как с ней обращаться? По традиции с крещенской водой обращаются благоговейно. Вот есть такое понятие благоговейно. Вы знаете, вот недавно почивший, духовно мне очень близкий человек, очень добрый друг, митрополит Неврокопский Нафанайл, рассказывал о своем детстве, что у них в селе был очень благоговейный священник. Вот он, когда приходил домой причащать, вот его бабушку, он приносил с собой дарохранительницу с дарами, требник, евангелие, крест, все это было завернуто в какую-то чистую такую тряпицу. И вот он рассказывал, что как на ребенка, на него произвело очень большое впечатление, что вот вынув из такой вот своей сумки вот все это, священник благоговейно окрестился, целовал, вот то, что он ей раскладывал, все это очень с благоговением. А люди относились так к священнику, что когда ему подавали руки умыть перед совершением таинства, вот, то эту воду не выливали куда-то на землю, а на угли в печь для того, чтобы эта вода не попиралась никем. Это обычные крестьяне балканские, это было где-то, ну, может, лет 60 тому назад, всего лишь навсего, да. Вот есть такое понятие, как благоговение, то есть святыня должна окружаться почтением, это должно быть осмысленное почитание именно святыни, потому что агиасма, крещенская вода святая. Обычно ее, ну, во-первых, набирают в очень такой чистый, хороший сосуд и ставят, как правило, там, где находятся иконы у человека. В старину это называлось «красный угол», и обычно, кроме икон, в Киоте был какой-то такой шкафчик, куда убиралась там, ну, просворка там, да, может, маслица для лампадки стояла, и вот там же находилась святая вода. Ну, есть благочестивый обычай пить натощак святую воду. Или каждый день, или тогда, когда человек чувствует какую-то вот необходимость такой духовной помощи, болеет или еще как-то. – Владыка, ну, вы верно отметили, что в народе бытует мнение, что вся вода становится святой, и если уж не во всем мире, то уж во всем городе точно, и даже друг друга утешают, ну, не смог взять воды Богоявленской, даже из крана будет чечь святая вода. Так ли это? – Нет, не так. Я уже сказал, что вот эти известные слова «днес, вот освящается естество», они говорят о том событии, которое мы празднуем, которое мы отмечаем, которое произошло на берегах реки Иордан. Что касается святой воды, она освящается за особым богослужением, когда мы призываем благодать Святаго Духа. Раньше была традиция эти богослужения совершать не просто в храмах, а на источниках, на водоемах открытых. Все проточные источники это совершенно точно освящались, ведь храм был в каждом селе. И когда мы совершаем освящение в храме, то, конечно, это касается вот той воды, которую мы освящаем. – Есть категория людей, которые стремятся попасть даже не так в храм, как в купель в этот день. Как вы относитесь к традиции крещенских купаний? – Вы знаете, эта традиция выросла на моих глазах. Когда я пришел в церковь, этой традиции почти не было. Хотя, скажем, в других местах какие-то подобные водные благочестивые такие процедуры практикуются. Скажем, у греков, у сербов, у болгар. – Ну, там и теплее. – У них есть интересные обычаи. У них идут все на реку или на море, совершают молебен, а потом архиерей или священник, если это маленькая церковь, берет крест, бросает ее на самое глубокое место, и толпа молодых парней, мужчин бросается в воду для того, чтобы первым поймать этот крест, вытащить этот герой целого года. Потом очень важно и пользуется таким признанием всего общества. Но у нас этого все-таки не было. И поэтому массовость эти купания приобрели уже на моих глазах последние 25 лет. Ну, в этом нет ничего плохого. Если это осознанно, я еще раз говорю, что очень многие вещи церковные, около церковной жизни не несут в себе ничего отрицательного, если они совершаются человеком осознанно, если он понимает место вот этого внешнего быча в жизни церкви, в своей собственной жизни. Если это превращается в основу церковной жизни или даже заменяет церковную жизнь, да, как некоторые у нас говорят, вот я пошел там, я в купель окунулся, все грехи смыл. И вот объясняй ему, не объясняй, что это не так. Не смыл. Нет, не поверят. Он считает, что так, и все. Если у человека есть здоровье, и если он понимает, если это не заменяет ему, не является церковной жизнью, не становится суррогатом церковной жизни, ничего страшного в этом нет. Если же вся церковность человека, она исчерпывается вот такими вещами, это очень плохо. Но, опять же, запретить мы этого не можем. Самое плохое в этом, это когда люди, выпившие приходят, когда для храбрости или там еще для чего-то. Для согрева. Для согрева. Вот это, конечно, профанация праздника, и здесь это очень плохо. Это, скорее, вызовет гнев Божий, чем принесет что-то доброе этому человеку. Ну, таким образом, наверное, можно посоветовать тем, кто традицию крещенских купаний укрепляет и продолжает, тоже каким-то образом готовиться. Ну, конечно. Конечно. Ну, и прежде всего, готовиться к осознанным участием богослужения. Ведь дело в том, что церковная гимнография необыкновенно богата. Церковное богослужение может обрамить всю человеческую жизнь так, что человек будет всю жизнь находить все новые-новые оттенки смысла, все новые-новые глубокие мысли какие-то для себя, и никогда не устанет и не просто назидаться, но и наслаждаться духовно, эстетически тем, что, да, нравственно тем, что содержится в церковном богослужении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова